Глава 16. Дайва Асура Сампатви Бхага Йога. Божественные и демонические качества. Всевышний сказал. Умиротворенность, нежелание искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, щедрость, мягкость характера, скромность, постоянство, энергичность. Умение прощать, терпение, чистота, свобода от зависти и стремление к почестям. Таковы качества праведных людей, обладающих божественной природой. Партха. Лживость, высокомерие, самомнение, гневливость, бессердечность и невежество. Это качество людей демонической природы. Божественные качества ведут к освобождению, тогда как демонические – к рабству в мире материи. Но тебе не стоит печалиться, Пандава, ибо ты благочестив от рождения. Партха. Живые существа в этом мире обладают либо божественными, либо демоническими качествами. Я подробно описал тебе божественную природу. Теперь услышь о демонической. Безбожные, неблагочестивые натуры не способны понять, что хорошо, а что дурно. Они лишены чистоты, правдивости и не способны достойно вести себя. Демоны утверждают, что окружающий нас мир иллюзорен и относителен. В нем нельзя обнаружить присутствие Творца. Они утверждают, что он возник сам по себе, а единственный смысл жизни – наслаждение чувств. Придерживаясь подобного мировоззрения, демоны ничего не ведают о собственной душе. Обладая скудным разумом, они совершают ужасные и вредоносные деяния, приводящие к разрушению мира. Пребывающие во власти ненасытного вожделения, исполненные тщеславия, гордыни и лицемерия, очарованные приходящим, они следуют порочным привычкам и обычаям. До самого последнего вздоха они обременены нескончаемыми заботами, убежденные, что плотские наслаждения – главная цель жизни. Опутанные сотнями желаний, пребывающие во власти вожделения и гнева, они накапливают богатство неправедными путями, ради удовлетворения своих прихотей. Безбожники утверждают, «Сегодня я добился того, чего хотел, и завтра также обрету желаемое. Все это богатство принадлежит мне, и в будущем я непременно приумножу его. Я уничтожил одного врага и одержу победу над остальными. Я – господин окружающего мира и буду наслаждаться им. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я богат и знатен. Кто способен превзойти меня? Я буду проводить жертвоприношения, раздавать милостыню и процветать». Так эти люди становятся жертвами своего невежества. Их умы обеспокоены бесчисленными тревогами. Запутавшиеся в сетях заблуждений, погрязшие в чувственных удовольствиях, они отправляются в отвратительные адские миры. Исполненные чувства собственной важности, бесстыдные, опьяненные богатством и тщеславием, они совершают жертвоприношение лишь на показ, пренебрегая наставлениями писаний. Становясь заложниками своего эгоизма, силы, высокомерия, вожделения и гнева, демоны начинают питать неприязнь ко мне, пребывающему в их собственных телах и в телах других живых существ, как высшая душа, ибо завидуют мне. Завистливых и злонравных, худших среди людей, я непрестанно помещаю их в утробы низменных и демонических форм жизни, ввергая в круговорот рождений и смертей. Каунтея. Постоянно воплощаясь среди демонов, такие глупцы отдаляются от меня рождение за рождением, скатываясь все ниже в самые отвратительные условия существования. Трое врат открывают дорогу в ад. Вожделение, гнев и жадность. Они ведут к погибели души, поэтому необходимо тщательно избегать их. Каунтея, тот, кто освобождается от власти этих трех пороков, способен следовать духовному пути, благодаря которому он достигнет высшего предназначения. Но тот, кто потакает собственным прихотям, пренебрегая наставлениями Писаний, не сможет достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшего предназначения. Поэтому прими прибежище в наставлениях священных Писаний, чтобы постичь, в чем твой истинный долг и что им не является. Постоянно помня о начертанном ими пути, действуй в этом мире надлежащим образом. Продолжение следует...